Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы, подписчицы и зрительницы канала. Меня зовут Елена и я рада вас приветствовать на своем канале. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения. Также я вас приглашаю подписаться на мой второй канал, который называется Елена Ирмина Бьюти, канал для женщин. Проходите по ссылочке, которую я оставила в описании под этим видео, во всплывающей подсказке и подписывайтесь на мой второй канал. Я буду очень-очень рада. Если у вас есть пряжа секционного или меланжевого окрашивания, например, такая как Дива Батик от Ализе, либо Дива Омбре Батик от торговой марки Ализе, Также прекрасно подойдет пряжа от Ализе Мисс Батик. Вы можете связать замечательную красивую летнюю кофточку крючком, либо топ. И сегодня в этом видео я хочу с вами поделиться идеей. Эту идею я нашла на просторах интернета. Помимо того, что я разберу, как вяжется основной узор кофточки и покажу вам, я еще хочу с вами поделиться всеми схемами для того, чтобы вы смогли самостоятельно связать данную модель кофточки. Кофточка вяжется легко, просто и быстро. Также в конце видео я размещу все схемы для вязания. И вы можете посмотреть, как вяжется основной узор, узор каймы и как оформить вырез горловины на детали переда и детали спинки. Вязать я буду из пряжи Дива Омбре Батик торговая марка производителя Ализе, страна производства Турция. Я также вам оставлю ссылочку на обзор на эту пряжу. И эту пряжу я заказала в интернет-магазине Пасма. Все ссылочки на пряжу и интернет-магазин я оставлю в описании под этим видео. И с большим удовольствием хочу с вами поделиться своим промокодом на скидку. Промокод также можно скопировать в описании под этим видео и уменьшить свою покупку за счет промокода. Крючок для вязания у меня номер 2. Кловер Soft Touch. Страна производства Япония. Узор вяжется очень легко, просто и быстро. И вы в этом сейчас сами убедитесь. Вязать узор я буду вот по этой схеме. Схему я прикреплю по ходу просмотра видео и также в конце видео. Это мини-версия. Набираем цепочку из 31 воздушной петельки. Раппорт узора в ширину состоит из 5 петель. Давайте сразу же на схеме я вам покажу. Это галочка и 4 петельки цепочки. Вот этот элемент, галочка, у нас является одним раппортом. У нас в образце будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 галочек. Высота раппорта состоит всего лишь из 3 рядов. Повторяем с первого по третий ряд. Я с вами свяжу 4 ряда узора. Покажу, каким образом перейти на второй раппорт. А далее вы уже продолжите вязание самостоятельно. Узор можно вязать прямыми и обратными рядами, а также по кругу. Он прекрасно вяжется и будет даже смотреться гораздо симпатичнее. Как начать вязание кофточки? Давайте сразу же рассмотрим этот вопрос. Начинайте вязать кофточку с узора, основного узора, который сейчас мы будем с вами вязать. Вяжете до высоты проймы. Потом либо вы оформляете пройму, либо вяжете цельным полотном со спущенным рукавом. Довязывайте до уровня формирования выреза горловины. И далее у вас есть схема для того, чтобы оформить и связать вырез горловины. После того, как вы довязали кофточку до уровня плеч, вы разворачиваете вязание. И как бы у вас начало вот этой линии, где было начало узора, вы присоединяете рабочую нить и вяжете уже другим узором. И это у вас получается кайма. Схему на кайму я оставила в описании, то есть в конце видео есть схемка. Она выделена отдельным изображением, отдельной картинкой. Вы ее сразу же увидите и при желании можете скомбинировать два вида узора. То есть вот это основной. И также есть еще один узор, которым вы можете связать кайму. Желаемой высоты и у вас получится кофточка, как на фото. Приступаем к вязанию легких нам петелек. Набираем цепочку из 31 воздушной петельки. Будем с вами вязать 6 аэропортов в ширину. На схеме показаны столбики с двумя накидами. Я буду вязать столбики с одним накидом, так как у меня пряжа не очень тоненькая. Набрала цепочку из 31 воздушной петельки и провязываю еще 4 воздушных петельки. Раз, два, три, четыре. Это петельки подъема. 1 накид на крючок. Отступаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В основании седьмой петельки цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом. Если у вас тоненькая нить, то вы вяжете столбики с двумя накидами. Набираю цепочку. Раз, два, три воздушные петельки. И в эту же седьмую петельку цепочки провязываю второй столбик с одним накидом. Связали с вами галочку. Это у нас основа одного раппорта, составляющая одного раппорта. Далее 1 накид на крючок, пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки. В основании пятой петельки провязываю столбик с одним накидом. Цепочка из трех воздушных петелек. Раз, два, три. В эту же петельку вяжем второй по счету столбик с одним накидом. Все. То есть оба столбика связаны с общим основанием. Связали второй раппорт. Вот первая галочка это первый раппорт. Вторая галочка это второй раппорт. Раппорт у нас состоит из галочек. И здесь вот у нас в основу раппорта 5 петель. Давайте посчитаем. Начнем отсчет от петельки, где мы вязали, в которую два столбика с одним накидом. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. И в следующую петельку мы уже с вами связали второй раппорт. Раппорт состоит из пяти петель. Либо из одной галочки. Надеюсь, я вам понятно объяснила. Пропускаю. Раз, два, три, четыре петельки. В пятую петельку вяжем галочку. Галочка у нас состоит из столбика с одним накидом. Три воздушных петельки. И в эту же петельку мы вяжем с вами второй по счету столбик с одним накидом. Связали уже три раппорта. Отсчитываю. Раз, два, три, четыре петельки. В основании пятой петельки вяжем следующий раппорт. А раппорт у нас это галочка из двух столбиков с одним накидом. А между столбиками у нас три воздушных петельки. Пропускаю. Раз, два, три, четыре петельки. В пятую петельку мы с вами вяжем галочку. Один столбик с одним накидом. Три воздушных петельки. И в эту же петельку, пятую, вяжем второй столбик с одним накидом. Пропускаю. Раз, два, три, четыре. В пятую петельку мы вяжем галочку. Один столбик с одним накидом. Три воздушных петельки. И в эту же петельку провязываем второй по счету столбик с одним накидом. Нам необходимо связать шесть раппортов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И заканчиваем вязать ряд. Пропускаем. Раз, два, две петельки. И третью петельку провязываю один столбик с одним накидом. Мы будем с вами вязать поворотными рядами. То есть начали с четырех петель подъема и заканчиваем столбиком с одним накидом. Это в том случае, если вы будете вязать кофточку раздельно. То есть деталь сначала переда, вяжете потом деталь спинки. И у вас будут два боковых шва. В этом случае, если у вас подразумевается вязание отдельными деталями, то вы вяжете прямыми и обратными рядами. Если вы будете вязать кофточку по кругу, то вот этот столбик с одним накидом вы не вяжете. И три петельки, четыре петельки подъема вы не вяжете. А начинаете вязание сразу же вот с галочки. И потом вот после галочки присоединяйте вязание, соединяйте в круг при помощи одного соединительного полустолбика без накида. Вот таким образом вяжется узор по кругу от галочки и заканчивается ряд галочкой. Потом эти две галочки соединяются вместе при помощи одного соединительного полустолбика без накида. А мы с вами будем вязать поворотными рядами. Давайте поближе вам покажу. Вот таким образом у нас связался первый ряд. Приступаем к вязанию второго ряда. Второй ряд мы будем вязать уже по изнаночной стороне образца. Набираются польщикой 1, 2, 3. Можно набрать 3 петельки подъема, можно 4. Я наберу 4 петельки, как по схеме. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. И в вершину вот каждой галочки мы будем с вами вязать столбики либо с одним, либо с двумя накидами. Это вы уже сами решайте. Я провязываю 4 столбика с одним накидом. Это у нас будет один рапорт. Второй рапорт мы провязываем вершину следующей галочки. И вяжем 4 столбика с одним накидом. Третий рапорт в следующую вершину галочки. Мы вяжем с вами снова 4 столбика с одним накидом. То есть у нас один рапорт. Он состоит из 4 столбиков с одним накидом, связанных с общим основанием. А основание это вершина галочки. И в следующую вершину галочки мы вяжем, опять же, 4 столбика с одним накидом. Всего у нас 6 рапортов. Значит, 6 раз мы вяжем по 4 столбика с одним накидом с общим основанием. Узор очень-очень просто вяжется. И что мне нравится в таких узорах, что не надо постоянно пользоваться схемой, считать какие-то петли, следить за рядами, чтобы, не дай бог, что там не то свяжешь. А здесь все очень просто. Всего лишь, всего лишь 3 ряда, которые легко запомнить принцип вязания и быстро вяжутся. Потому что узор очень простой. Далее мы с вами в четвертую петельку подъема вот в эту провязываем. 1 столбик с одним накидом. Все, закончили вязать. Это у нас второй ряд. Далее мы приступаем к вязанию третьего ряда. Я набираю цепочку, состоящую из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваю вязание на другую сторону. Это у нас нечетный ряд. Все нечетные ряды вяжутся по лицевой стороне. Теперь мы в каждую вершину вот этого, этих столбиков будем провязывать по одному полустолбику с одним накидом. Вот таким образом. 2 петельки на крючке, 1 полустолбик. В следующую вершину столбика за обе петельки вот провязываем второй полустолбик с одним накидом, 3 петельки на крючке. В следующую вершину третьего столбика с одним накидом предыдущего ряда мы провязываем третий полустолбик. 4 петельки на крючке и вершину четвертого столбика с одним накидом мы провязываем четвертый полустолбик с одним накидом. У нас на крючке 1, 2, 3, 4, 5, 5 петелек. При помощи рабочей нити соединяем эти петельки в одну. У нас на крючке 1 петелька набирают цепочку 1, 2, 3, 4, 4 петельки и продолжаем вязать таким образом следующий раппорт. Вяжем в каждую вершину столбиком с одним накидом предыдущего ряда по одному полустолбику с одним накидом. То есть 4 полустолбика мы вяжем, а потом мы их объединяем и у них получается общая вершина на все 4 столбика. Цепочка 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. Связали уже с вами 2 раппорта и давайте свяжем вместе. Я покажу очень медленно, как вяжется один раппорт. По-другому это называется 4 столбика с одним накидом с общей вершиной. Давайте я продолжу вязание за кадром и довяжу вот этот ряд до конца. И давайте закончим вязать вот этот третий ряд. Две воздушных петельки и вот в первую петельку, у нас здесь была цепочка из 4 воздушных петель подъема, мы провязываем 1 столбик с одним накидом. Все связали мы с вами 1 раппорт в высоту. Повторю, что раппорт у нас состоит из 5 петель в ширину и 3 рядов в высоту. Всего у нас 6 раппортов. Давайте еще раз я вам покажу. 1 раппорт, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раппортов и 3 ряда. 1, 2, 3. Сейчас мы с вами свяжем переход от 1 раппорта ко 2. И вы уже далее продолжите вязать самостоятельно. Вяжем четвертый ряд узора. Набираем цепочку 1, 2, 3, 4 петельки подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону и в вершину вот этих столбиков, которые были связаны вместе, провязываю 1 столбик с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. В эту же петельку мы вяжем второй столбик с одним накидом. Связали галочку. Галочка это у нас, когда 2 столбика вяжутся с общим основанием. А между ними воздушные петельки. Приступаем к вязанию 2 раппорта 2 галочки. Опять же вершину вот этих столбиков. Мы провязываем 1 столбик с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. В эту же вершину столбиков провязываем по счету 2 столбик с одним накидом. Связали 2 раппорт, 2 галочку. И в следующую вершину, либо место соединения столбиков, провязываем галочку. 1 столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. И в эту же вершину вяжем второй по счету столбик с одним накидом. И таким образом вяжем до конца четвертого ряда. Это у нас изнаночная сторона образца. И шестой раппорт, вершину столбиков, мы вяжем галочку. Заканчиваем ряд, пропускаем 1, 2, 2 петельки. В основании третьей петельки провязываем 1 столбик с одним накидом. Все связали 4 ряда, четвертый ряд, это у нас первый ряд второго раппорта. Сейчас вы вяжете следующий ряд, это у нас будет по счету 5. 5 ряд вяжется по принципу вязания второго ряда. И раппорт вы вяжете, если по видеоуроку, то вяжите со 2 по 4 ряд включительно. Сейчас вы перематываете видео на начало вязания второго ряда. Это следующий ряд после галочки. И вяжете со 2 по 4 ряд. Каждый раз повторяю вот этот раппорт в высоту. Таким образом смотрится узор. Это у нас лицевая сторона и изнаночная сторона. Если вязать узор по кругу, то он будет смотреться гораздо интереснее. Пряжа для данной модели кофточки DIVA AMBRE BATIC немного толстовата. Все-таки лучше выбрать пряжу, метраж которой 50 грамм от 260 до 320 метров. Кофточка будет смотреться эффектней, ажурней. И работа будет выглядеть, смотреться более изящной и интересней. А так вот получается более такое грубое полотно. Полотно все-таки пряжу необходимо выбрать, на мой взгляд, потоньше. А вот пряжа DIVA AMBRE BATIC, она прекрасно подойдет для вязания жакетов, кардиганов, жилетов, которые вяжутся крючком. А если вязать из этой пряжи спицами, то у вас получатся очень красивые топы, кофточки, ажурные, нежные. То есть эта пряжа очень хорошо по такой ходе для вязания спицами. На своем канале я теперь не только публикую мастер-классы видеоуроки по вязанию крючком, а также спицами. Есть отдельный плейлист образцов узоров и вы можете уже туда тоже заглядывать и выбирать себе узоры. Также я вяжу из разной пряжи и вы можете также каждый раз смотреть, каким образом пряжа ложится в узоры. Вот из этой пряжи я еще не вязала спицами, но как-нибудь для вас сниму мастер-класс. Надеюсь, мастер-класс вам понравился и жду вас завтра на своем канале. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok